Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами вскрытием своей посылочки долгожданной. Вот она наконец-то пришла и будем её снимать. Здесь должен быть альбом для монет. Конечно, моделистов это, может быть, не заинтересует. Хотя и среди моделистов есть люди, которые увлечены приборным поиском, так сказать, копом. Вот, или коллекционеры монеток. Здесь вот пришёл такой альбомчик. Давно себе хотел маленький альбомчик. Вот. В этом альбоме... Сейчас посчитаем, сколько листов. Вон, листики слиплись. Вот такие вот ячеечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять листов. Десять листов по двенадцать ячеек в каждой странице. Альбомчик, скажу, ребята, довольно хорошего качества. На русском языке написаны монеты. Хотя заказывался с Алиэкспресс. Ссылочку на альбом там ниже. Стоимость где-то примерно пять долларов. Вот. Сейчас посмотрим, какие монетки будут влазить в кармашки. Вот, как говорил ранее, давно хотел маленький альбомчик, чтобы можно было положить в карман. Сносить, показать монеты друзьям, знакомым. Вот. Пятнадцать копеек. Ранние советы. Залазят без проблем. Ну, одна копеечка точно влезет. И даже места для одной копеечки будет многовато. Так, довольно-таки крепкие листики. Так, попробуем. Пять копеек. Пять копеек. Смотрите, залазят. Даже закрыть. Довольно-таки хорошо вместилось. Так, возьмём две копейки. Александра Третьего. Вот. Две копейки. Довольно-таки удобные кармашки. Но... Но ещё новенькие. Немножко слипшиеся. Ну, две копейки эпохи Николая Второго, Александра Третьего заходят, но уже как бы так и впритык. Попробуем одну копеечку. Вот, возьмём... Возьмём копеечку Николая Второго. Ну... Копейка залезет без труда. Хотя вот даже, если собирать погодовочку, можно даже этот альбом полностью использовать на погодовку. Вот. Копеечка влезла. Так, 15 копеек. Тоже Николая... Николая Второго. Он 12-го года. Попробуем. Вот сюда. Тоже, как видите, отлично. Прям под неё. Так, возьмём ранние советы. Щитовичок. 20 копеек. Ну, тоже. Заходит. Вот, пока один минус. Хочу быстро вам показать и... Немножко спешу. Ну, вот. Как хорошо. Тоже. Так, что ещё попробуем? Попробуем полтинничек засунуть. Ну, для полтинника, наверное, это будет великовато. Или уже сильно-сильно впритык. Сигнал, наверное, толстый. Сейчас посмотрим. Ну, хороший. Ну, хороший. Хорошая. Хорошая такая плотная клеёнка. Да, полтинничек. Да, полтинничек вот залез. Ну, толщина как раз впритык. Ну, толщина как раз впритык. Так. Так, что ещё попробуем? Ну, евроценты. Ну, в принципе, если уже такие монеты влезли, то евроценты, десяточки и двоечки и единички точно залезут сюда без проблем. Ну, вот такой альбомчик, как бы, видите, есть как бы с чем ориентироваться. Ну, полтиннички, конечно, не рекомендую сюда засовывать. Уж сильно он крупноватый. Ну, а в принципе, вот, как видите, и пятёрочка, и двадцаточка щитовичок. 15 копеек белончик. Спокойно залазят. Две копейки эпохи Николая тоже залазят. Ну, вот, как бы, как карманная версия альбомчика. Это размер чуть больше, чем паспорт. Вот. Размер чуть больше, чем паспорт. Вот монеты начал закладывать, стал немножко шире. Ну, в принципе, он позволяет хорошо расшириться. Но листиков сюда больше дополнительных не вставить. Ну, в принципе, за такую цену можно заказать себе ещё такие альбомчики. Вот. Спасибо за просмотр. Кого заинтересовал такой альбом, я оставлю ссылку под видео. Ну, действительно, за свои деньги, ребята, альбом хороший. Всё. До свидания. Смотрите мои другие видео. Спасибо за просмотр. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok